Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. Мои коллеги и я, Герман Токарев, расскажем о главных событиях прошедшего дня. Сегодня 10 детей-сирот получили ключи от новых квартир. Советы медиков. Как провести детям летний отдых без последствий. Проблемы утилизации автомобильных покрышек. Сегодня глава администрации Азова провел еженедельный коммунальный объезд, в ходе которого проинспектировал санитарное состояние города, а также капитальный ремонт дорог. Летний сезон требует от коммунальных служб усилить контроль за санитарным состоянием города. Особое внимание в настоящее время уделяется покосу сорной растительности, росту которой способствуют обильные осадки. Это связано в том числе и с обращениями граждан, это и плановая работа, безусловно, как я уже говорил, у нас сквер около роддома продолжается работой, и сквер Олеся мы сегодня наблюдали, там и там силами городских коммунальных предприятий, у нас там участвуют наши муниципальные предприятия и теплоэнерго, водоканал, городской парк, где-то удается привлечь силы городского звена МЧС, и вот даже у нас сквере Олеся пищекомбинат вышел, помогает нам в наведении этого порядка. Затяжные дожди помешали процессу капитального ремонта дорог. Например, Степана Разина, как планировалось в конце мая, в начале июня завершить работы, ну, немного теперь сдвигаются, естественно, эти работы, пока сейчас все не подсохнет, сегодня там подрядчики выполняют работы, не связанные с асфальтированием, это обустройство, соответственно, дорожных знаков, примыкания, какие-то виды работ, которые, ну, не требуют именно асфальтирования. Такая же ситуация у нас на улице Дружбы. По улице Дружбы идет установка остановочных комплексов, завершается монтаж освещения и ограждения вдоль проезжей части. У подрядной организации осталось только нанести горизонтальную разметку, после чего подрядчик приступит к капитальному ремонту улиц и миллиораторов. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов-Инфо. В Азове продолжаются работы по зачистке площадок сбора твердых коммунальных отходов. Сезон смены зимних колес на летний у водителей уже завершился, но горы автопокрышек продолжают разрастаться. Муниципальная инспекция совместно с региональным оператором провели очередной рейд, в ходе которого было собрано более 300 штук старой автомобильной резины. Обычно свалки покрышек образуются в межсезонье, когда у автолюбителей происходит смена колес зимних на летний или наоборот. Но на протяжении года на пунктах сбора твердых коммунальных отходов они продолжают скапливаться. Сегодня на территории муниципального образования города Азов силами регионального оператора ООО «Экоград-Н» была проведена масштабная акция. По сбору и передаче на специализированную организацию для переработки данных автомобильных покрышек была произведена очистка 15 адресов. Это были адреса, на которых уже довольно-таки большой объем скопился автомобильных покрышек. Это улица Азовская, Октябрьская, Павлова, Кандаурова, Калинина и так далее. Низкие штрафы по отношению к нарушителям, которые вывозят старые покрышки на мусорку в ночное время суток, не приводят к действенным мерам. Поэтому ликвидация свалочных очагов такого рода полностью ложится на плечи муниципалитета. В связи с этим в очередной раз хотел бы обратиться к жителям нашего любимого города, дабы сохранять благоприятную экологическую среду, чистоту в городе. У нас есть по адресу Дружбы 42 предприятие, которое безвозмездно принимает автомобильные покрышки. Пожалуйста, оставляйте их там. В случае, если вы видите объявление на шиномонтажных сервисах о том, что там за определенную плату принимают автомобильные покрышки, не оставляйте их там. Передайте информацию, во-первых, нам, в отдел муниципальной инспекции по телефону 6-27-69, и лучше отвезите их на Дружбы 42, и сдайте их безвозмездно. Екатерина Четверикова, Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Сегодня состоялось торжественное вручение ключей от квартир сиротам. Десять детей, оставшихся без попечения родителей, наконец переступили порог своих квартир в одном из новых жилищных комплексов. Современный жилищный комплекс, рядом с которым строится школа, развитая инфраструктура – все это вблизи новостройки по переулку Степана Разина, которая стала домом для детей, оставшихся без родителей. В прошлом году администрация города Азово заключила 10 договоров долевого участия на строительство этого нового комплекса. Жилой дом был введен в марте месяце в эксплуатацию, оформлены документы, сегодня детей-сирот мы расселили уже в новое благоустроенное живье. Квартиры имеют площадь 38 и более квадратных метров, несмотря на то, что по нормативам необходимо всего 33. В домах уже выполнен ремонт, установлена сантехника и газовое оборудование, что позволит новоселам фактически сразу заселиться в собственную жоплощадь. Два года я жил в квартиру. Квартира очень важна, потому что я жил с бабушкой, дедушкой в одном доме, из студии Иры. Квартира в хорошем состоянии, все хорошо сделано. Надо только перевозить, еще долго перевозить. В течение месяца можно только заеду. Большим преимуществом новых домов является индивидуальное отопление, наличие спортивной и детской площадок, а также парковочных карманов. Теперь новоселам необходимо в течение пяти лет, пока действует специализированный найм, содержать в порядке собственную жилплощадь, вовремя и в полном объеме оплачивать коммунальные расходы. По стечению этого срока жилье можно приватизировать и оформить собственность. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Лето всегда было и остается самым любимым временем года для детей и их родителей. Именно в этот период появляется возможность для поездок на природу, спортивных занятий и прогулок. Но при этом важно не забывать об элементарных правилах безопасности. На что особо следует обратить внимание, нам рассказал врач-педиатр Татьяна Фетер. За жизнь и здоровье детей всегда отвечают взрослые. И именно они должны создавать безопасные условия в период летнего отдыха. Родителям необходимо регулярно напоминать детям основные правила, от которых зависит их здоровье. Например, в жаркие дни необходимо носить головной убор, который защищает организм от теплового удара. Дети по-разному. Вялость. У кого-то это будет беспокойство, головокружение, подташнивание. Возможно, даже нарушение какое-то поведение, особенно у маленького ребенка. Может быть, повышение температуры, может быть, наоборот, потоотделение. В любом случае нужно ребенку убрать с открытого солнца, дать ему прохладное питье и обратиться к врачу. Не менее опасны для детей и укусы насекомых. От комаров защититься помогают пропелленты, а для снятия зуда – гелий и мази. А если ребенка ужалила пчела или оса, нужно действовать незамедлительно. При укусе в организм попадает яд, вызывая отек квинки, воспаление, анафилактический шок и другие реакции. Если ребенка укусила жалющее насекомое, оса или пчела, если пчела, нужно выткнуть жало. Если оса, нужно поставить холодный компресс, дать противоаллергическое. Если на месте укуса отек выражен, быстро распространяется, самочувствие ребенка страдает, обязательно обратиться к врачу. Посещение рек и водоемов без сопровождения родителей также грозит здоровью детей. Особенно в местах, не предназначенных для купания. Во-первых, самое страшное последствие – это утонули. Это самое страшное последствие, потому что бесконтрольное купание в запрещенных местах под поверхностью воды, кроме глубины, могут скрываться разные предметы. Во-вторых, нахлебавшихся воды они могли схватить какую-то инфекцию из реки. В-третьих, это просто банальное переохлаждение. К травмоопасным видам можно отнести и детские площадки. В этом случае родителям необходимо регулярно напоминать детям, какие опасности их могут подстерегать. Уважаемые родители, летом наши дети, особенно школьники, получают первую прививку самостоятельности. Поэтому вы должны всегда знать, где они гуляют, с кем они гуляют, как они одеты, что они взяли с собой. И крайне желательно наличие у детей сотовых телефонов. И еще при отдыхе на природе, даже всей семьей, всегда помните, что если вы где-то сидите за столом, это не значит, что ваши дети находятся в безопасном месте. Вы должны смотреть, как они отдыхают рядом с вами. Всего хорошего. Доброго вам лета и хорошего отдыха. Екатерина Четверикова, Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо С приходом тепла активизировались клещи. В скверах, парках, а также в общественных местах с большим количеством зелени азовчанам стоит быть особенно осторожными. Роспотребнадзор рекомендует быть более внимательными и помнить, что в траве могут находиться опасные насекомые. Роспотребнадзором Ростовской области продолжается мониторинг за клещевыми инфекциями. В связи с благоприятными погодными условиями, в этом году клещи активизировали свою деятельность раньше обычного срока. На текущий момент в Ростовской области уже зафиксировано более 200 укусов этими насекомыми людей, в том числе и более 100 детей в возрасте до 14 лет. В 2022 году в Ростовской области были зарегистрированы следующие клещевые инфекции. Это 24 случая крымской геморрагической лихорадки, 27 случаев коксиэлеза и 15 случаев эксодового клещевого баррелиоза. В том числе это был один случай на территории города Азова. Пятилетний ребенок, этот случай завозной, приехал из республики Крым на отдых. По месту жительства в Крыму он был укушен клещом и заболел. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также жителям города необходимо своевременно проводить обработку своих территорий от клещей. Очень важно своевременно и качественно проводить уборку и благоустройство территорий, в том числе массового скопления, пребывания людей. Это очень актуально, потому что впереди праздник Пасхи, родительские дни, время отдыха, потому что теплеет. Поэтому убирать нужно территории, проводить экорицидные обработки, в том числе обязательно с контролем эффективности кладбища, лесопарковые зоны, базы отдыха, здоровительные учреждения. Самая лучшая профилактика от заражения клещевыми инфекциями – это не допустить присасывания клеща. Специалисты ведомства рекомендуют при прогулках на природе отдавать предпочтение одежде светлых тонов с длинными рукавами и штанами, заправленными в носки. Кроме того, необходимо пользоваться специализированными спреями, отказаться от идей полежать на траве, а также внимательно осматривать себя и членов семьи на предмет наличия на теле насекомых. Он попадает, вернее, на открытие участки тела и потом в течение минут 30 он пробирается под одежду человека и ищет место, где он присасывается. Поэтому рекомендуется каждые 15-20 минут проводить самообследование или взаимоосмотр. После того, как человек вернулся домой, тоже обязательно раздеться и осмотреть все тело на наличие клеща. В случае обнаружения членистоногого следует немедленно обратиться в ближайший медицинский пункт, где специалисты снимут клеща, обработают укушенное место и проведут лабораторные исследования. Последующие 14 дней после укуса медицинские сотрудники будут проводить наблюдение за состоянием человеком с измерением температуры. Это к тому, что обычный инкубационный период тех болезней, о которых я говорила, длится в течение двух недель. И, как правило, что должно насторожить? Это покраснение в месте укуса клеща, это гриппоподобные симптомы, головная боль, мышечная боль, это повышение температуры от субфибрильных до высоких цифр. Если возможности обратиться в медицинские учреждения нет, клеща необходимо снять самостоятельно, так, чтобы не повредить его ротовой аппарат и обработать место укуса спиртовым раствором. Стоит помнить, что вразрез с бытующим мнением клеща нельзя ничем заливать и ждать, пока он отпадет сам. Ведь чем больше времени он взаимодействует с человеком, тем больше вероятность попадания возбудителя опасных заболеваний в организм укушенного. Кроме того, необходимо помнить о том, что есть еще репелленты, акарицидные средства в виде химических аэрозолей. Их можно приобрести в аптечной сети, в торговой сети. Единственное, обратите внимание на то, чтобы там была информация о государственной регистрации, об изготовителе, дате изготовления, о способах применения, посмотреть, от чего этот препарат, и активно его использовать. Он не даст клещу попасть в вашу одежду. Встретить клещей можно в парковых зонах и на городских газонах. В пик их активности вплоть до июня. С июля его интенсивность снижается, но в нашем южном регионе может продолжаться до октября. Ольга Усманова, Юрий Бавенко, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочей недели вместе с пятым каналом. Увидимся в понедельник. В субботу 3 июня облачно с прояснениями. Температура днем плюс 25-26, ночью плюс 16-19. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 56%. Уровень воды в реке Донна 55 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 24 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 4 июня облачно с прояснениями. Температура днем плюс 23-25, ночью плюс 15-18. Ветер северо-восточный 5-6 метров в секунду. Влажность воздуха 58%. Уровень воды в реке Донна 55 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 23 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.